В Саров прибыл мобильный кванториум. В течение четырех недель школьники познакомятся с техническим творчеством и инженерными специальностями, поработают с квадрокоптерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности, а также создадут собственные проекты в различных направлениях. Пром-робо-квантум, хай-тек, гео-аэро-квантум, VR-квантум. В салоне есть все для обучения школьников передовым технологиям. Автомобили оборудованы системами автономного энергообеспечения, освещения и вентиляции и могут выдержать перепад температур от минус 50 до плюс 120 градусов. Ранним утром фургоны с логотипом мобильного кванториума подъехали к Дворцу детского творчества. Представители администрации Сарова и руководители проекта торжественно перерезали ленточку и пригласили школьников на презентацию. Мне бы очень хотелось, чтобы эти четыре недели прошли для вас с одной самой главной целью, чтобы вы приняли осознанный выбор, чем вы будете заниматься дальше. Возможно, это будет тот первый шаг в вашем профориентировании, который позволит вам действительно сделать шаг в своей будущей профессии. После напустленных слов школьники разошлись по кабинетам, где наставники рассказали им о том, как будут проходить занятия и что они будут изучать. И, конечно, разрешили все потрогать и рассмотреть. Мне очень понравилось. Я в VR пошел. Нам сказали, что мы еще сделаем свои VR-очки. Понравилась проектная действенность. Тут можно заниматься разными делами, программированием. Это очень здорово, так как дети могут себя попробовать в будущем, выбрать себе заранее профессию. Подробнее о проекте «Технопарк Кванториум» журналистам рассказали на пресс-конференции с представителями администрации Сарова, ядерного центра и координаторами проекта. И первый вопрос о степени готовности стационарного Кванториума к приему детей. Как пояснила Екатерина Никулина, штат почти укомплектовали. Наставников набрали из числа инженеров НЕФ и студентов магистратуры Сарфа-ТИ. Всех наставников мы обучили по федеральной программе фонда. Они у нас в Сколково прошли обучение по soft skills и hard skills компетенциям. И готовы к работе заряженные атмосферы Кванториума. По словам кураторов проекта, через месяц в стационарном Кванториуме в поселке Сатис начнутся первые занятия с детьми. Сейчас идет установка необходимого оборудования. А вот вопрос с логистикой пока не решен. То есть привозить и забирать своих детей придется родителям. Когда у нас Кванториум откроется в полную силу, мы наберем 800 человек, а именно столько детей у нас будет обучаться на бесплатной основе в модулях Кванториумах. Я думаю, что вопрос с организованной доставкой будет решен. В завершении пресс-конференции руководители Кванториума провели для журналистов экскурсию по аудиториям и показали оборудование, с помощью которого юные инженеры будут учиться создавать свои проекты.